Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Суть вопроса заключается в том, что у женщины, которая одинока на данный момент, которая живет с мамой и сыном, у которого есть психическое заболевание, есть такая проблема. Во-первых, сложно познакомиться с мужчиной и, соответственно, наладить свою личную жизнь. С другой стороны, очень сильно влияют истерики ребенка по причине его заболеваний. В первую очередь хочется сказать, что важен ваш настрой какой-то, важно ваше собственное психологическое состояние, важно то, как вы себя позиционируете. И какого рода отношения, так скажем, в принципе, вы выстраиваете с мужчиной. Потому что если вы устраиваете личностно ориентированные отношения, то есть отношения, которые направлены на взаимный интерес, на взаимные уважения, на совместную деятельность, вот, ориентированный на совместную ценность, на совместные ценности, скажем так, ваши, да, вот, то тут, в принципе, никакой проблемы в ребенке я не вижу. То есть, ну, ребенок от ребенка, вы это вы. И, соответственно, поведение вашего сына, да, никак не влияет на ваше же отношение с мужчиной. При условии, если есть четкие личные границы ваши, то есть, если вы, ну, расставляете границы, при условии, если вы выбираете соответствующих людей, то есть, люди, которые, ну, вот, не просто, да, как бы, там, ну, развлекаются, да, вот, с вами, с вами, с вами, А, просто проводят время, а люди достаточно серьезные по сути своей. Вот. Это первое. То есть, это вопрос, вот, вашего, как бы, вашей личности. И, или вопрос личностного роста, если такие отношения вы выстраивать как-то, вот, не можете. То есть, тут нужно, вот, честно себе признаться в том, да, могу ли я выстраивать вот такого рода отношения, и каких мужчин я выбираю, и какая я женщина, вот, какой я человек. Потому что, ну, повторюсь, как бы, вот, ситуация с ребенком, да, она выступает, вот, в какой-то степени, с таким фильтром, я бы сказал, то есть, что значит фильтр. Это то, что несерьезные люди, несерьезные мужчины, как бы, да, они, вот, просто отсеиваются, и остаются только те, кто, ну, вот, достаточно серьезно к вам относится к вам и к вашему сыну. Очень важно ваше собственное отношение к сыну. То есть, имеется в виду, здесь, какой аспект, что, если вы сами своего ребенка принимаете, вот, если вы сами своего ребенка любите, если вы сами своего ребенка цените, если вы сами своего, ну, к своему ребенку относитесь, скажем так, вот, ну, позитивно, позитивно, да, вот, что, в общем и целом, как бы, ситуация здесь, она решается достаточно, ну, просто, да, то есть, вы просто, в данном случае транслируете мужчине, например, своё же отношение к ребенку и учите своим отношениям, учите мужчину, ну, допустим, скажем так, как относиться к вашему ребенку, да, если у вас и сами есть сложности с, ну, вот, с принятием своего сына, да, если вы сами видите в нем какую-то вот проблему, то, естественно, что и мужчина будет видеть проблему, потому, что вы видите проблему, то есть, происходит такая вот, сперва, коалиция, то есть, вы как бы образовываете коалицию с, ну, вот, с мужчиной против своего сына, сами того, может быть, этого не желают, а по-моему, на этой коалиции, как бы, вы расходитесь, потому что мужчина может уйти от вашего сына, а вы нет, вы как бы к нему привязаны, ну, привязаны, ну, вот, поэтому, тут вот действует, пока, на мой взгляд, достаточно, ну, деструктивная модель поведения, и, соответственно, нужно, как мне кажется, вам работать над изменением отношения к своему ребенку, в первую очередь, да, потому что, ну, семейная система, семейная организация, семейная структура может на него влиять в этом смысле достаточно негативно, вот, ну, потому что она может, как бы, подкреплять и подпитывать его такое состояние, когда уже в дело вступает не органика, скажем так, а чисто, вот, психологическая история. И, соответственно, опять же, принять, в данном случае, своего ребенка можно через, вот, личный рост, да, через структуру своих ценностей и через личные границы, то есть четкое ограничение себя, вот, ребенку, что, вот, есть я, вот, есть мой ребенок, как бы, и все, вот. А стоит здесь мне такой, непростой такой вопрос относительно того, как любить ребенка с заболеванием, вот, и это вопрос, вопрос уже ваших собственных страхов, вашего собственного переживания, вот, возможно, вашего собственного же стыда, который, может быть, у вас присутствует, может быть, нет, конечно, но, на мой взгляд, скорее всего, присутствует, вот. Так же, почему-то, говоря об истериках своего ребенка, вы почему-то говорите, вот, как будто, знаете, слишком, как будто, ну, как будто слишком серьезно вы к этому относитесь, вот, как мне кажется. То есть, как будто бы не получается у вас относиться к этому, ну, проще, что ли, как будто бы не получается у вас относиться к этому, как к болезненному проявлению, по большому счету, вот, и из-за этого, из-за того, что не получается относиться к этому, как, ну, просто как к болезненному проявлению, да, вот, вы тоже можете страдать. То есть, вы вроде бы говорите, да, вот обратите внимание, пожалуйста, на эту противоречность, то вы вроде как говорите, что ваш сын болеет, и вроде бы, как-то, ну, понятно, что он болеет, что, ну, какие-то есть болезненные реакции, болезненные модели поведения, а вы как будто бы к этому вот относитесь так, как будто это что-то серьезное, как будто вы относитесь к этому так, как будто это что-то вот такое более серьезное, да, и более осознанное, вот. И это вот как раз тоже может быть довольно серьезный проблем. Проблема, с одной стороны, вы говорите, что вот как болеет, а с другой стороны, вы говорите, что, ну, вот, что вот я к этому так отношусь, что я вот долго отхожу там от этого и так далее. Вот. То есть это как бы, ну, тоже вот в данном случае может быть проблем не структурированность вашего, вашего собственного отношения к нему. Вот. Это может быть, в принципе, и элементом созависимости. То есть, ну, то, что ваш ребенок болен, а вы в данном случае выступаете как такой вот созависимый партнер, получается, как бы. Вот. И это, в общем и целом, тоже может оказывать существенное влияние на ваш поведение, ну, на вашу вот такую поведенческую модель. Когда человек вот в этом смысле, ну, берет на себя чересчур, наверное, много ответственности за то, за что он не ответственный. С одной стороны, да, и напротив не берет, напротив не берет ответственности там, где нужно, нужно брать. Это самая ответственность, как бы. Вот. То есть это вот такой аспект, ну, он достаточно деликатный, скажем так, он достаточно вот такой, быть может, сложно выявляемый, но тем не менее, да, как бы, тем не менее, на это вот нужно тоже обращать внимание, потому что без замечаний я, без замечаний этого аспекта, без замечаний аспекта того, где вот моя ответственность лежит, и это, и говоря ответственность, я здесь говорю не про доджествование, не про долг, не про наши обязанности, а именно вот про отношения. То есть честно признаться себе в том, как вы в целом относитесь к своему сыну и так далее. Вот. И пока то, что вы говорите, ну, очень сильно похоже вот на то, что вы просто как-то вот своего ребенка, ну, не принимаете. Да, ну, не получается у вас его принимать, не получается у вас относиться к нему вот спокойно, да, и просто вот признать, что вот, ну, ребенок вот такой вот у него. Есть такие особенности и все. Ну вот. Вопрос построения отношений с мужчинами не связан с ребенком. На самом деле, я бы сказал, это будет, скорее всего, вам неприятно, но я бы сказал, что вопрос построения отношений с мужчинами связан с вам. Вот. Потому что то, что вы транслируете на своего ребенка, то же самое вы транслируете на мужчину. И не принимая своего ребенка, вы не принимаете своих мужчин, получается. И те сложности, которые есть у вас в построении отношений с мужчинами, те же сложности есть в построении отношений с ребенком. И то, что вы прикладываете ответственность на ребенка за невозможность построить отношения с мужчинами, это вот как раз говорит о проблематике ответственности. то есть беря лишнюю ответственность за ребенка, именно лишнюю. То есть, ну, делая возможно то, что вам не хочется, поступая возможно так, как вам не хочется по отношению к ребенку. Вы вряд ли себе таким образом помогаете, вряд ли вы делаете, ну, что-то позитивное таким образом для своего же ребенка. Ну, как бы, вкладываетесь вы в это весьма сильно, да, вкладываетесь вы в это весьма обширно, я бы вот так сказал. И, соответственно, вы, ну, выхлоп, выхлопа у вас как-то вот и нет. Вот, то есть много усилий, получается много усилий. Много усилий, но вот как-то результата особо-то и нет. Поэтому это вот такое вот глобальное переструктурирование, можно сказать, необходимо вашего поведения и глобальное переструктурирование семейной системы. Я больше поверю в то, что вам сложно выстраивать отношения с мужчинами из-за мамы. Так, я больше поверю в то, что вам сложнее выстраивать отношения с мужчиной по причине того, что вы живете с мамой. И что именно мама, делая вас своим ребенком невольно, да, не позволяет вам полностью раскрываться как женщина. И вы, не отграничивая себя от своего сына, также не позволяете себе в большей степени раскрыться как женщина. Потому что, ну, невозможно быть мамой и женщиной одновременно. Можно быть попеременно, но одновременно нет. Вот, именно поэтому так важны личные границы. Именно так важна, ну, в какой-то степени определенная свобода для вашего сына. Вот, вплоть до того, что если человек представляет какую-то опасность для себя и для окружающих, да, то, ну, вплоть до помещения его в специальное учреждение. Потому что, ну, если на то есть, как бы, показания, да, медицинские и так далее, то это делать необходимо. Потому что иначе, иначе просто жертвенно. Вот, поэтому в первую очередь есть максимальная честность с собой. Я бы начал с того, чтобы просто вот вырабатывал в себе честность, честность к себе, честность к своим реакциям на то, что происходит. Да, может быть, вы будете менее хорошие из-за этого, да, может быть, вы будете получать гораздо меньше одобрения, но зато вы будете более свободны и, соответственно, более открыты. Вот. И лично вам будет легче. Но я понимаю, что это сложно, я понимаю, что это нелегко, я понимаю, что вам нужна в этом поддержка, поэтому, как бы, самостоятельно, скорее всего, с этой ситуацией вы ничего не сделаете, обращайтесь за помощью к психологу, вам помогут, вам помогут решить ваши трудности. Вот. И, повторюсь, дело здесь не в ребенке, а в вашем собственном сценарном поведении. Ну, вот, там, ну, как бы, ребенок в данном, в данном ключе. Это просто громоотвод. Такой. Вот. Ну, да. В данном смысле. Ребенок – это просто громоотвод. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Все это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи и обращайтесь за помощью в обратную связь на днях в первую очередь вам для формирования начальных постулатов для психотерапии.